В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Катерина Пянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Герои нашего времени. 20 июня. День медицинского работника. Вакцинация спасает жизни, как в Сарове проходит прививочная кампания. Будущие звезды ФИФА. 19 июня. Всемирный день детского футбола. Далее расскажем по всем подробно. Внимание всего мира в наши дни приковано к людям в белых халатах. Врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, студенты медвузов, рискуя своим здоровьем и жизнями, каждый день выходят на борьбу с пандемией. День медицинского работника, который отмечают в нашей стране в 3 воскресенье июня. Еще один повод выразить благодарность за их нелегкий труд. Уже полтора года в мире бушует ковид. Все это время медики работают на пределе сил, вытаскивая практически с того света тяжелых больных и контролируя состояние тех, кто лечится на дому. Не оставляют они своих обычных плановых пациентов. И в это непростое время люди осознали, что труд медиков – благородное и героическое дело. Это люди, которые сердцем чувствуют боль и страдания других и всегда готовы прийти на помощь. Свой профессиональный праздник саровские медики встретили на работе. Из-за коронавируса большого торжества не получилось. На территории Маслихи прошла камерная церемония, на которой чествовали тех специалистов, чьи фотографии в этом году украсили доску почета работников КБ-50. К людям в белых халатах вновь стали относиться, ну, если не как к богам, то как минимум к людям, способным совершать чудеса. Очень обидно, что это понимание, это признание вернулось только благодаря пандемии. Враг еще не побежден, борьба у нас продолжается, и ситуация опять требует нашей с вами жертвенности. На доске почета в этом году фотографии 24 сотрудников клинической больницы номер 50. Здесь врачи, фельдшеры, медицинские сестры, начальник службы обеспечения, биолог, рентгент-лаборант, няня и водитель скорой помощи. Поздравить их пришли представители администрации ядерного центра. И хотелось бы в этот день пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья, вам, вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Вы единственная преграда между жителями города и распространяющейся коронавирусной инфекцией. Благодаря вам, уважаемые коллеги, вот не допустили снижение нашей производительности. Благодаря вам мы работали в полном объеме, выполняли те важные государственные задачи, которые ставились перед нашим предприятием. Огромная вам благодарность за ваш труд. Примите самые искренние, такие теплые поздравления от руководителей Российского федерального ядерного центра, от нашего трудового коллектива. После небольшой передышки медики вновь надевают сизо и идут в красные зоны. За их спинами родные и близкие, пожилые родители и маленькие дети. Тем не менее, все понимают, что кроме них это не сделает никто. Большую помощь медикам с начала пандемии оказал федеральный ядерный центр. Только вот наш институт, более 80 миллионов рублей в целом за 2020 год было потрачено. Ну и плюс примерно такая же сумма на технологическое оборудование была выдана государственной корпорацией Росатом. Здесь также вот из этих средств, там где-то порядка 23,5 миллионов было потрачено персональную поддержку наших, так сказать, медиков, особо отличившихся. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает всем медицинским работникам нашего города крепкого здоровья, благополучия и скорейшего окончания пандемии. Ольга Зимина работает в детской поликлинике уже 30 лет. Дети, которых она лечила в начале своего профессионального пути, теперь сами приводят к ней своих малышей. Как признается Ольга Владимировна, педиатр – это самая удивительная и замечательная профессия. Об одном из самых известных и любимых врачей города – наш следующий репортаж. Ольга Зимина – педиатр с большим опытом работы. Окончив школу, она не раздумывая выбрала Ленинградский педиатрический медицинский институт. Удачно его окончила и вот уже 30 лет лечит детей. За это время врач, по сути, стала семейным доктором. Пациенты, которых она лечила в начале своей карьеры, сегодня приводят к ней на прием уже своих деток. Ольга Владимировна признается, что для того, чтобы посвятить жизнь этой профессии, требуется большая выдержка, терпение, энтузиазм и бесконечная любовь к своим маленьким пациентам. Участковый врач, когда он один, по сути дела, на всю жизнь, к нему больше доверия. Ему доверяют то, что порой и никому другому не доверят. Есть такие сложные моменты в жизни многих людей, когда им надо с кем-то поделиться. И плюс ко всему, конечно, преемственность. То есть, если ты знаешь, что этот малыш всегда у тебя выдавал аллергические реакции, то есть уже встретившись с ним в 15 лет и понимаешь, что надо на это обратить внимание. Быть педиатром сложно не только потому, что каждый пациент требует своего особого подхода, но и потому, что сами они не жалуются на недуг. Врачи, работающие с детьми, должны обладать обширными знаниями, чтобы уметь распознать симптомы самых разных заболеваний, разобрать причину состояния малыша. По сути, детский врач – это специалист широкого профиля. Он должен уметь общаться и наладить контакт не только с ребенком, но и с его родителями. Здесь нужен талант. Любовь к детям, любовь к родителям. И все остальное, оно проистекает, наверное, из этого. То есть, если ты любишь то, что ты делаешь, любишь людей, то есть, в принципе, люди действительно бывают разные. Но если ты их любишь и понимаешь, что причина того или иного действия его не потому, что человек злой и вообще невоспитанный, а что-то у него действительно болит. Ольга Владимировна очень любит свою работу и не может представить себя в другой профессии. Она признается, что временами бывает тяжело, но позитивные моменты помогают забыть все плохое. Меня всегда удивляло, как дети, одна девочка у меня говорит, я прихожу, у нее температура 40. Она едва открывает глаза, смотрит на меня и говорит, мам, ой, смотри, какие красивые сережки. И вот с этого момента она стала поправляться. Педиатры – это и психологи, и воспитатели, и добрые волшебники в одном лице. И, конечно, чтобы быть хорошим детским врачом, нужно любить детей и свою работу. Эти качества определяющие для педиатра. Тогда ему удастся выполнить свою основную миссию – сохранить здоровье детей. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Изменения в порядок деятельности городского кладбища и положение о погребении обсудили депутаты на очередном заседании Комитета по городскому хозяйству. Также народные избранники рассмотрели поправку в бюджет, внесенную Павлом Амеличевым. Депутат, в округ которого входят ТИС и Яблоневый сад, предложил предусмотреть финансирование на устройство тротуара и ливневой канализации на улице энтузиастов. Во время дожди этот участок заливает водой, становится невозможно пройти. Осенью и весной улицу постоянно затапливает. Комментируя поправку, заместитель директора ДГХ Людмила Шлепугина отметила, что ливневки во всем городе требуют пристального внимания. В том числе проблему усугубляют масштабные вырубки деревьев. Лес больше не впитывает воду в таком количестве, как раньше. Вопрос с ливневыми канализациями требует комплексного решения. Через месяц на Раменской будет готова площадка для строительства жилого дома для сотрудников полиции. К ноябрю планируют возвести фундамент и перейти на уровень первого этажа. Срок реализации проекта три года, но подрядчик нижегородской фирмы планирует завершить работы раньше срока. Напомним, это будет девятиэтажный жилой дом. Все 72 квартиры рассчитаны для сдачи под служебное жилье. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Владимир Путин назначил дату проведения выборов в Госдуму 8-го созыва на единый день голосования 19 сентября. Теперь политические партии должны провести съезды, утвердить своих кандидатов и программы, с которыми они пойдут на выборы. В Москве продлили ограничения за рост заболеваемости коронавирусом до 29 июня включительно. С 19 июня начнется эксперимент с бесковидными ресторанами. Для входа в такое заведение будет необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию. В каких именно ресторанах будет работать это правило, пока не сообщается. Танцполы и фан-зоны для болельщиков закрываются. Количество посетителей на зрелищных мероприятиях ограничивают до 1000 человек. Детские игровые комнаты в торговых центрах будут закрыты. Вакцинация мигрантов в Москве спутником Light может начаться в начале июля. Самый крупный в России регистр доноров костного мозга Федерального медико-биологического агентства стал частью международной базы данных о донорах костного мозга VAMDA. Это значит, что россиянам стали доступны доноры других стран. Так же, как и для российских доноров, открылись клиники всего мира, пояснили в пресс-службе ФМБА. Теперь можно говорить о полноценном двустороннем международном сотрудничестве в этой области, отметила руководитель ведомства Вероника Скворцова. Волонтерский центр «Радость моя» приглашает саровчан принять участие в проекте «Гостиная с припеком». Он направлен на помощь семьям с детьми-инвалидами нашего города. Волонтеры 10 лет ведут эту деятельность. Очередные опросы показали, что большинство родителей обеспокоены судьбой детей в будущем. Они хотят, чтобы дети научились обслуживать себя, смогли стать самостоятельными и независимыми, жили интересной полноценной жизнью, имели друзей и общались. Один из важных навыков самостоятельной жизни – умение приготовить пищу. Так родился проект «Гостиная с припеком». На эти цели волонтеры выиграли грант. На деньги закупят кухонную технику. Но необходимо предварительно сделать ремонт. Нужны рабочие руки или средства для оплаты работ. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 906 35 34 637. Темпы вакцинации от коронавируса в Сарове продолжают наращивать. КБ-50 перевела ряд терапевтов на осмотр пациентов перед прививкой. Обоими компонентами привили уже более 12 тысяч человек. Свыше 14 тысяч пока вакцинировали только первым. Как проходит вакцинация в нашем городе, какие вакцины предлагают саровчанам и насколько они эффективны, расскажем далее. Корь, краснуха, полиомиелит, оспа, столбняк, дифтерия. Все эти болезни, приводящие к смерти миллионов, еще сто лет назад сегодня практически забыты. Случилось это благодаря вакцинации. Остановить коронавирус тоже должна помочь прививка, уверены медики. И хотя ни одна разработанная вакцина не дает 100% иммунитет, тем не менее даже эффективность 80-90% обеспечит надежную защиту большинству привитых. Только вакцинация может нас спасти от такого большого распространения этой инфекции. Это создание коллективного иммунитета. Чем больше у нас в городе привьются, тем больше у нас будет создан коллективный иммунитет, тем меньше у нас будет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. На выбор саровчанам три вакцины. Эпивак-корону, например, рекомендуют сделать тем, кто уже переболел. Чумаковскую вакцину Кови-Вак делают людям от 18 до 60 лет. Отбирают их по ряду показателей. Самая сильная вакцина, которая существует сегодня – ГАМ-Ковид-Вак или Спутник Ви. Это генно-инженерная вакцина, основа создания этой вакцины – это все наши вакцины. Как мы от гриппа прививаем. Здесь взят убитый аденовирус и куда вставили ген белка коронавируса. Вот и все. Здесь ничего нового нет, опасного нет. КБ-50 в связи с ростом заболеваемости наращивает темпы вакцинации. Так как больше времени в этом процессе занимает осмотр врача, а не сама инъекция, решено было открыть дополнительные кабинеты для приема тех, кто пришел на прививку. В ядерном центре прививки делают в том числе и в здравпунктах. Сейчас мы выезжаем ведь на дом и прививаем немобильных и маломобильных пациентов. Я думаю, что по заявкам предприятия, тем более если мы получим сейчас вакцину, которая может транспортироваться в незамороженном состоянии, мы уже можем выезжать и на предприятие. Врачи напоминают, делать прививку можно и тем, кто переболел уже спустя полгода после выздоровления, даже если у человека еще есть антитела. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре поликлиника или на портале пациента. Детский футбол Детическая игра укрепляет кости, мышцы и суставы, а также положительно влияет на дыхательную систему ребенка. В спортивной школе ИКАР есть разные возрастные секции по футболу. Нагрузка для каждой из них подбирается тренером индивидуально. С каждым возрастом тренировки нагрузка прибавляется по часам, по упражнениям. То есть в каком-то возрасте, начиная с раннего, дается в основном упражнение на развитие ловкости, координации, технику передвижения, потом уже работа с мячом идет. Чем старше возраст, тем, естественно, нагрузка увеличивается, сложнее становится. Отдавать ребенку футбол лучше с 3-4 лет, считает Артем Данилин. В этом возрасте их легко увлечь этим видом спорта, показать азы работы с мячом, что существенно облегчит его обучение в дальнейшем. 6-8 лет ребята играют на укороченном поле и неполными командами. Главное в этом возрасте не изучение тактики, а игровая практика. Затем наступает следующий этап на пути к мастерству. Здесь же уже ребята знают свое место на поле. Уже где-то идет работа тактическая, куда бежать, куда давать, какую работу выполнять. Больше физическая работа, чтобы они были готовы бегать не 10-15 минут, а всю игру. Соответственно, здесь идет работа уже сложнее. У команды 2009 года рождения предыгровая тренировка. Она проходит в легкой, спокойной форме. Ребята должны почувствовать мяч, подвигаться, разгрузить мышцы и быть готовыми к предстоящей игре. На первенстве области они провели уже три игры, две из которых выиграли. Матч с «Металлургом» был напряженным. Удался нам очень тяжело этот матч, потому что была очень равная борьба. Но все-таки мы смогли дожать «Металлург» и мы выиграли со счетом 3-2. Нам предстоит завтрашний выезд в «Разамас» против «Торпеда» 2009 года. Мы настроены боевым настроем и надеемся, что сможем эту игру победить. В турнирах ребята участвуют довольно часто. Они уже играли на футбольных полях в Минске, Сызрине, Самаре. Набор футбольной секции «Кара» ведут с 8 лет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 99 381. До новых встреч!